Бокс Меня зовут Татьяна Верняковская Вы смотрите новости спорта на ОТВ Здравствуйте, Григорий Здравствуйте Вы свой путь в боксе начали с 9 лет И сразу начали достигать высоких результатов Скажите, все-таки трудолюбие или физические данные? Что важнее? И то, и другое, но больше трудолюбие Я начал заниматься 9 лет, но я занимался почти каждый день После тренировки я пришел домой И второй день утром начал бегать самостоятельно У нас сейчас ребята занимаются 3 раза в неделю Но это очень мало Это очень мало, чтобы достичь серьезных результатов Я занимался очень плотно Почти каждый день и уже в возрасте 13 лет Я стал победителем международного турнира До этого уже участвовал на соревнованиях Постоянно первые места Самому понравился этот вид спорта А откуда такая мотивация? Вообще мы смотрели тогда очень много боев Майк Тайсона То есть являлся непобедимым Боксером Мы посмотрели вот эти бои И хотели быть таким, как он Это нас очень мотивировало Вот Ну, как бы и плюсы родителей настраивали И тогда это был 94-й год В принципе, ничем другим не могли заниматься Как сейчас ребята играют в телефонах и так далее Тогда не было Тогда просто школа и спорт После школы все переодевались Пошли в спортзал Это для нас был один из важных занятий Вы прошли путь такой большой Вы были тренером Сейчас вы уже президент федерации Вот все-таки немного о тренерской работе Давайте поговорим Вот как вы считаете, каким должен быть тренер И вот что он должен И как он должен настраивать спортсменов На вот эту работу серьезную Я вот смотрю сейчас Даже когда ребята боксируют Очень много тренера кричат Там во время боя Когда ребенок уже выходит на ринг Они начинают кричать И питаются на этот момент На этот маленький промежуток Когда спортсмен отдыхает Чего-то донести Вот я хочу акцент делать на это Что спортсмену надо готовить за работу То есть все объяснить Тренировать правильно Реакция Как наносить удар Как передвигаться Как боксировать с боксером Который выше ростом Который ниже Который убегает от него Или идет наоборот То есть все это надо будет заранее объяснить И во время бокса сидеть Спокойно уже смотреть Наблюдать на это Потому что спортсмен не может воспринимать слова В этот момент Когда несколько человек Там два-три тренера кричат Делай так, делай так Он даже не успеет этого делать Плюс к этому Чтобы объяснить технику бокса Правильно Потому что многие сейчас учат Чисто драться Но не по правильным боксам Даже бывает иногда Я хочу, чтобы была Точно поставлена Хорошая техника Чтобы спортсмен мог работать И на ногах Двигался хорошо И удары наносил Прямо четко в цель Вот Ну психологически Еще должен понять спортсмена То есть он приходит в зал У нас занимается очень много детей И взрослых И каждый занимается В том формате Который подходит ему Я лично сразу вижу Даня Есть у этого спортсмена или нет И таких опытных тренеров В нашем округе есть Ну Кто-то занимается для себя Можно как-то Заниматься На скагарке На грушу На снарядах работать А когда выйдем перспектив В ребенка Там уже надо делать Другой акцент Там уже надо чисто Организовать Более таких Серьезных соревнований Я Как президент федерации Я возглавляю уже С 2020 года И Несколько десятков раз Мы в Одинцовском округе Провели Соревнования По боксу Разного уровня Начиная от соревнований Для новичков Заканчивая чемпионат Округа Вот давайте как раз Об этом подробнее Здесь остановимся И поговорим о вашей уже работе Как президента федерации Какие мероприятия проводятся Какие соревнования Расскажите об этом Как минимум 10 раз в год В Одинцовском округе Мы проведем соревнования Разного уровня Ребята Для тех Новички Кто только пришли И занимались боксом 2-3 месяца А также Заканчивая чемпионат Одинцовского городского округа И наши ребята Сейчас уже выступают На соревнованиях Самого высокого уровня Две спортсмени В этом году Именно в 2023 году Участвовали Из Одинцовского округа На чемпионате меры Одна девушка Екатерина Фролова Заняла первое место Вторая Третье место А также Девушка из нашего округа Заняла на Европе Второе место Ранее не было Такого Девушка из Одинцовского округа Три года Достигает успеха Заниматься И для них Да Мы об этом Сначала тренируем В России Бокс Девушка из Одинцовского округа Девушка из Одинцовского округа Девушка из Одинцовского округа Майк Тайсон Тогда будет сейчас Очень сложно выбрать Вот Мохаммед Али Или Майк Тайсон Вот С этим вопросом Много раз столкнулись Но скорее всего Майк Тайсон То есть вот так Да Григорий Спасибо вам За интересную беседу Вам спасибо Далее новости спорта Оставайтесь на ОТВ Первенство мира по боксу Проходило в Ереване 470 спортсменов Из 57 стран Бороться за звание лучшего Приехали сильнейшие представители Екатерина Фролова из Одинцова Обошла соперниц Из Казахстана И Венгрии Была просто огромная радость От чувства какого-то победителя Вот этого ничего не было И по сей день не было Ты выиграл Ты очень рад Довольствием победой Потому что у тебя есть Такое звание Было прям крупно Масштабно Ничего не изменилось Ты так же тренируешься Так же общаешься с девочками В финале первенства мира Пришлось максимально собраться Соперница из Узбекистана Была нацелена только на победу Провоцировала И вела себя агрессивно Но Одинцовская спортсменка Уступать тоже не собиралась Туда все приехали В смысле убивать Выигрывать Потому что для всех Это очень много значит Но меня тренер научил Спокойствие Хладнокровие Чему я очень благодарна Что такое олимпийское спокойствие Софья Очигава знает не понаслышке За ее плечами победы на чемпионатах мира и Европы И конечно олимпийских играх Сейчас девушка не только действующая спортсменка Но и тренер Самое главное лично для меня Это чтобы мы вырастили достойных людей То есть чтобы ребята и девчонки Были порядочными Хорошими следами общества Чтобы мы гордились тем Что мы вырастили хороших детей И это достойные люди Это первое Если у нас получится Что среди этих 100% 1% Это талантливый спортсмен И мы это видим Конечно мы вкладываемся И делаем возможным Чтобы наши спортсмены Показали результат Медали спортсменов Результат работы большой команды профессионалов Григория Габекьян возглавляет Федерацию бокса в Одинцово Под ее эгидой проходят Различные соревнования и первенства Как минимум 10 раз в год В Одинцовском округе Мы проведем соревнования разного уровня Ребята для тех, кто новички Кто только пришли и занимались боксом 2-3 месяца А также заканчивая чемпионаты Одинцовского городского округа И наши ребята сейчас уже выступают На соревнованиях самого высокого уровня Бокс не женский вид спорта Это всего лишь стереотип Уверены одинцовские спортсменки Свою правоту уже не раз доказали на ринге И на достигнутом останавливаться не собираются Татьяна Верняковская, Денис Харламов Телекомпания Одинцова Добрая традиция Каждый год мы вместе 31 декабря идем Нет, нет, не в баню Идем в парк И участвуем в нашей легендарной гонке Зимнее утро на Лазутинке Для многих уже традиция Семья Панжинских не исключение На лыжи Артем встал три года назад И уже обрадовал своего знаменитого отца Заслуженного мастера спорта России Самое главное победил кого? Само себя Вот, самая главная победа Мы учим именно так Поэтому сегодня первое место Это, конечно, очень классно, почетно Но для детского спорта Самая важная победа над самим собой Легендарная манджосовская лыжная гонка Прошла 54-й раз Традиционно собрала профессионалов Любителей с опытом и новичков Мы ждем очень много участников Потому что всегда приезжают к нам И с детьми, и с семьями Проучаствовать Поднять такой хороший заряд бодрости и духа Небольшая разминка перед стартом и вперед У каждого возраста своя дистанция По традиции первыми на дистанцию Вышли самые юные участники Сами делаем трассу, трамбовываем Там ее бережем, вырубаем от веток Андрей любитель С 1982 года не упускает Возможность посоревноваться с товарищами Перед гонкой тренировался Почти каждый день В этом году в манджосовской гонке Приняли участие полторы тысячи человек Хотя желающих было намного больше На финише всех ждали Кубки, призы и медали Екатерина Крамор, Денис Харламов Телекомпания Одинцова Одинцовский округ Один из самых спортивных в Подмосковье Это постоянно доказывают воспитанники Спортшколы Одинцова Юрий Ящук за 12 лет в футболе Всех побед и не вспомнит В ушедшем году тоже показал хорошие результаты Стал лучшим бомбардиром Московской области Заняли командой второе место в высшей лиге Паралимпийцы, боксеры, футболисты И другие спортсмены Их наставники Только вперед Для них девиз по жизни Но в этот день им не пришлось бороться за победу Награды получили все Я хочу пожелать вам новых побед Во всем Не только в спорте Но и в личной жизни В ваших увлечениях, в хобби Пусть в 2024 году у вас будут новые достижения Новые успехи В том деле, которым вы занимаетесь Необходимые условия для этого есть На этот год запланировано строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса В Одинцово-1 А значит, мест для тренировок у спортсменов будет больше Екатерина Крамор, Денис Харламов Телекомпания Одинцова Редактор субтитров А.Семкин